Всем привет, ребята! Вот такие вот у меня прикольные сегодня уши. А я нахожусь в Убуде, по-прежнему на острове Бали. Вот только грядет время перемен, поэтому сейчас я стою на автобусной остановке возле дороги. Первый раз сейчас поеду в аэропорт на автобусе. А вот и мой автобус как раз. Ну вот, отлично, поймал я автобус, уже заплатил. Удобно очень иметь, конечно. Местные банки в стране, в которой вы находитесь, потому что можно платить. Ну вот в Азии здесь все устроено на QR-кодах. Под камерой наводишь на QR-код и оплачиваешь, очень удобно. В России сейчас тоже такое, начинают только продвигать, я знаю, вот эта система быстрых платежей и все такое. Но в Азии это уже давно работает. И на самом деле реально удобно, хотя мне поначалу не нравилось. Но теперь я привык. Короче, ладно, едем в аэропорт, ехать долго. Два с половиной часа показывает навигатор. И одну пересадку еще нужно будет сделать на другой автобус уже в городе, в Ден-Пасари. А я уже в Ден-Пасари. Только что я сошел с автобуса, сейчас должен приехать другой уже, следующий. Воз. Они здесь забавно называются. КБ-2, например. А я ехал на КБ-4. Такие обозначения маршрутов. Ну вот, остался всего часик и я в аэропорту. Кстати, мой рейс перенесли на минут 30 позже. Это, конечно, немного может обрушить мои планы на сегодняшнюю ночь. Но посмотрим. Парковщики работают. На Бали это частая история. Особенно в крупных городах можно встретить даже у самых каких-то вот типа супермаркет. Например, в Соколкей здесь находится. Соколкей. Вот. У них есть парковщики. 1-2 тугрика нужно заплатить. Уже забыл, как местная валюта называется. IDR. Ну, или по-простому, индонезийская рубля. Просто последние сутки я занимался тем, что... Думал, как я буду менять деньги. В стране, куда полечу. Вот. Поэтому у меня немного валютный диссонанс. Уехал только что автобус. Но благо не мой. Я все еще жду. Вот. А вот это мой. Все, я внутри. Проезд стоит, блин, на рублей 30, наверное. Да, ехать долго, потому что Бали он типа больше для байков все-таки адаптирован. Но тем не менее. С кондиционером, без шлема. Вообще. Налегке, как говорится. Вот. Проезд стоит всего 30 рублей. Но, блин. Я пока вот не оплатил и не показал, типа, что оплатил в адистиле. Он не тронулся с места даже. Не доверяют. Иностранцам они особо в автобусах. Ну, потому что все знают, что у местных, да, есть какие-то банки. И они по-любому типа оплатят проезд. А вот иностранцам не доверяют. Ну, странно, конечно. Сумма маленькая. И прям на столько. Хотя их тоже можно понять. Вот чел, ну, везет. Че он там везет? Фрукты какие-то? Орехи? Я есть хочу, кстати. Благо я предусмотрительный. И у меня есть с собой кое-какие запасы. Сейчас в аэропорт приеду и там разберемся. Ну, вот я и в аэропорту. Че-то смотрел сейчас на табло. Не видно моего рейса почему-то. Есть какой-то другой с похожим номером. Не знаю. Сегодня рейс мой переносили. Задерживали типа. На табло его нет. Начинаю немного нервничать. Ну, ничего. Сейчас пойду узнавать, почему так. Вот. Надо телефон подзарядить и поесть. Ну, что, у меня хорошие новости. Во-первых, я долетел. Во-вторых, я успел на свой поезд. И на следующей станции мне уже нужно выходить. Она называется Салак-Тенги. Салак. Салак. Тенги. Вот. И там я сделаю пересадку и сяду просто на такой же поезд, но на следующий. А сделано это для того, потому что есть такой лайфхак среди путешественников, что в Куала-Лумпуре из аэропорта до центра в два раза дороже, если ехать напрямую без этой маленькой пересадочки. Несмотря на то, что это один и тот же поезд, по сути, просто с интервалом в 40 минут, получается в два раза дешевле. И я решил этот лайфхак проверить. И я сейчас судорожно ловил Wi-Fi аэропортский, чтобы скачать свой билет. Я забыл сделать скриншот QR-кода, блин. Пришлось ловить из этого Wi-Fi и заходить срочно в приложение. Малайзийское. Вот. Это, конечно, минус, что у них так сделано. Должны быть офлайн билеты, ну, типа, скачиваться в приложение, и билеты должны офлайн, иначе это очень непросто становится. Ну, я успел, короче, нормально. Буквально там 3 минуты до отправления осталось. Все хорошо, я прошел все контроли одним из первых. Поэтому спать я сегодня буду все-таки не в аэропорту. Не очень узалось мне нормально поспать в самолете. Лететь было всего 3 часа, по сути. Вот. Ну, так я дремал. Голова иногда падала. Я сидел посередине, и так случилось. Представляете, что я сел рядом с девушкой, с которой мы также сидели в зале ожидания рядом. Поэтому мы не общались, не разговаривали, просто прикольное, типа, совпадение. А мне уже скоро выходить. Есть охота. Но у меня остались еще чукупай и чипсы. Вот так на улице уже темно. Ну вот, я вышел на улицу. Здесь видно, что есть парковка для байков. Вот там еще целое здание под парковку для автомобилей. В принципе, я в интернете как раз-таки читал, что на этой станции любят путешественники оставлять свои автомобили. Звучит абсурдно, да? Путешественники оставлять свои автомобили в другой стране. Ну, короче. Здесь есть парковка однозначно. Это я знаю. Потому что, если вы доедете до аэропорта, я не берусь говорить стопроцентно, но мне кажется, там либо вообще нет парковки, либо она очень дорогая. Так безжизненно, тихо тут. Изредка ездят автомобили. И все. Из людей здесь только я, походу. Вон там еще сидят на кольце несколько человек. Я знаю, что в той стороне есть Макдональдс, но я бы не сказал, что мне туда нужно. Просто я посмотрел по картам, что он там есть. Вот тут какой-то парк огромный. Но ночью ничего не видно. Не буду, наверное, далеко ходить. Сейчас пойду просто обратно. И все. Смотрите, я тут нашел автомат с газировками. В принципе, здесь по два, по три рентгита. Я уже выучил, что один рентгит – это 20 рублей. Вот, получается. Что тут? Молтен Дью или какая-нибудь Папси-кола стоит вообще? О, один рентгит. Папси-зеро, смотрите. Прикольно. Это 20 рублей за баночку получается. Кстати, по две. Итого 40. В принципе, очень даже хорошая цена, я бы сказал. Даже в современных реалиях. Короче, еще что-то я хотел сказать. А, лайфхак. Не знаю, возможно, вы знаете или не знаете, но вот я знаю, что в России все пользуются Яндекс-картами. Потому что Яндекс-карты очень хорошо адаптированы под русскоязычный сегмент, под СНГ. Да, там в Казахстане, кажется, тоже это работает. Короче, там все подробно, организации заполнены, часы работы и все такое. А у нас тут за границами все пользуются как раз-таки Google-картами. Потому что, опять же, здесь свои преимущества. Там тоже больше информации гораздо, чем у Яндекса. Там вы вообще, по-моему, ничего не найдете полезного. Вот. И еще главная фишка, что, в принципе, в любую точку можно построить маршрут. Вот. Если кому-то интересно, как я строю свои маршруты, я просто захожу на Google-карту. Она автоматически там сама подсвечивает какие-то интересные туристические поинты, да. Возможно, это фототочки или какие-то смотровые площадки, либо там храмы, какие-то достопримечательности. Они все отмечены на Google-карте по умолчанию. Вот. Я просто выбираю, смотрю фотографии, смотрю отзывы, смотрю цены в отзывах. Есть цены там, где вот графа «ревью» у каждой точки. Можно посмотреть, по ключевому слову сделать поиск, типа «price» или «interns», и вы узнаете, сколько стоит вход там на то или иное событие. Так вот, о чем это я? И ставлю флажки, добавляю в закладки эти поинты. И потом, когда просто приезжаю в страну, или вот, например, я не знаю, как добраться из аэропорта до города, я просто ставлю точку в аэропорту. Ставлю точку в городе. Я знаю, как называется центральная станция в Кауалампуре, Каилл-Централ. Вот. И строим маршрут. И Google мне показывает, я выбираю там общественный транспорт, и Google мне показывает, соответственно, наилучшие варианты, как это можно сделать, причем в данный момент времени. То есть там есть фильтр, типа дата и время отправления. И вот я выбираю, я понимаю, что я пребуду ночью, я ставлю там, во сколько я прилетаю. И мне Google показывает доступные варианты именно вот на это время, на эту дату. И там, в принципе, все очень хорошо и доступно работает. Вот. То есть можно смотреть даже цены билетов, время маршрута, и какой транспорт будет задействован. Там автобусы, поезда, паромы даже иногда. Вот. Еще вот один лайфхак, это, я думаю, тоже, точнее, точно немногие знают, что вот когда строишь такой маршрут на общественном транспорте, там можно нажать на выпадающий список, типа подробнее на транспорт. Когда нажимаешь в самом маршруте, там вылезает такая маленькая ссылочка, которая еле заметна. И эта ссылка, она обычно ведет на сайт перевозчика, на котором как раз-таки можно посмотреть цену билета, там, и все такое. Поэтому вот, кто не знал, пользуйтесь. Пока я тут хожу возле станции, я нашел, смотрите, электросамокат. Очень сильно напоминает Юрент, как в Москве есть у нас. Только это фирма Бим. Мне кажется, точно такие же аппараты, по сути. Ну да, выглядят точно так же, здесь эти кнопочки, рычажки, я помню. Вот. Решил в парк немного зайти, посмотреть, что тут вообще есть. Ну все, включается во мне урбанист. Вот пример плохой инфографики, ужасной просто. Смотрите, что мы видим здесь. Название платформ, да, нумерация, и направление. И вот вы понимаете, куда ехать, типа по верхней графе и по нижней? Я вот не понимаю, потому что вот эта заполненная белая полоса ни о чем не говорит. Это типа в какую сторону, туда или туда в итоге. Надо было стрелочками это показать конкретно, потому что я откуда знаю, что там в голове у вашего дизайнера, что вот мне нужно сейчас скайл-централ. Это мне куда смотреть? На верхнюю полосу или на нижнюю? Типа, я понимаю, я должен вспомнить какие-то, возможно, элементы интерфейса, где заполняющая белая полоса должна типа заполнить прозрачное поле. Но блин, это же не факт. Как двигаться куда, непонятно. Мне пришлось спуститься обратно и спросить у ребят, у охранников, типа как попасть в кайл-централ, потому что по инфографике непонятно. Я понимаю, что это может быть для кого-то показаться мелочью или я там придираюсь. Но я просто дизайнер, и вот как дизайнер хочется поругать, потому что вот опять же, новая инфографика, написано вы здесь, и что, и куда, и налево, направо. Хорошо, что есть вот такие электронные табло, где, давай, вот, где высвечивается информация. Но эти таблои, их не видно вот там сверху, с лестницы. Ну, короче, какое-то разочарование. Штраф за курение, я смотрю, аж 200 тысяч рублей получается. 10 тысяч рингит. Либо два года заключения. Кондиционер. Погода, кстати, комфортная сейчас. Мне вот в таком спортивном виде очень хорошо. Так прикольно, кстати, носить лосины с шортами. Я недавно начал, мне так нравится. Очень универсально получается. Свобода движений, знаете ли. Хорошо, что дождя нет, а то было бы мокро. Я вообще налегке, кстати, в этот раз. Вот, всё, что у меня есть, это мой рюкзачок. И там, в принципе, всё, что мне нужно. Так кайфово, кстати, вы не представляете. Нет у тебя этого большого рюкзака, багажа. Вот, и всё хорошо. Кстати, в Каэлле я лечу лишь на несколько дней. Ну, по плану, по крайней мере. А куда я полечу дальше, вы узнаете в следующих видео. Не очень хочу долго занудничать, но просто в информативных целях для путешественников, наверное, которые меня смотрят, будет, возможно, интересно, что в итоге лайфхак вроде как работает. И действительно получается дешевле. То есть из аэропорта, если напрямую ехать на Каэль-Централ, в Куала-Лумпур, то выйдет что-то в районе 800 рублей. А если сделать вот такую небольшую пересадку на полчаса, типа вот задержаться в... Как эта платформа называется? Салак Тенги. Вот. Полчаса вот и на следующий поезд садитесь просто и едете уже не за 800 рублей, а за 400. Это, по-моему, очень неплохая экономия. Что еще хочу сказать? Да, и, кстати, если... У меня была идея перепрыгнуть на один и тот же поезд, типа, но такое вряд ли получится, потому что нужно сначала... Это не мой приехал, если что. Это Каэль-Экспресс, а мне нужен Каэль-Транзит. Вот. Так не получится, потому что нужно приложить QR-код в аэропорту, когда заходите, и здесь на выходе тоже приложить QR-код. Потом купить новый билет, вам дадут новый QR-код, его приложить здесь и последний приложить уже в Каэль-Централ. Ну, короче, вот такая система. У меня тут есть второй телефон на Android. И хорошо, что... потому что он подольше все-таки держит зарядку, и сюда я скачал оффлайн-карту. Тоже в Google я, между прочим. Google карта. Спасибо, что вы есть. Вот. Но, к сожалению, почему-то у меня не получается подключиться к местному Wi-Fi, который здесь в поезде должен быть. Он здесь есть, вот он. Но, типа, написано No Connection. И никак не могу подрубиться. Это создает, конечно, кое-какие нюансы. Мне нужно дальше простроить маршрут, потому что... Потому что надо заранее, конечно, делать скриншотами, чтобы потом вот таких кадровых ситуаций не было. Но я рассчитываю, что на центральной Каэл-стейшн должен быть Wi-Fi. Ну, вот. Еще я купил, кстати, eSIM, электронную сим-карту для айфона. Онлайн купил на 3pu.com. Ну, вот. Для Малайзии как раз-таки она там стоила. Что-то... Доллар... Или полдоллара в сутки. 1 гигабайт интернета. Вот. Но что-то вот я пытался сейчас ее подключить, пока на станции ждал. Не получилось. Возможно, для этого нужен Wi-Fi. Что, скорее всего. Ну, короче, посмотрим. Я очень надеюсь, что получится, потому что я пока без интернета, как без рук. Вот на такую большую станцию привозит поезд. Выглядит как аэропорт, честно говоря. Вот. И, насколько я понимаю, здесь есть все необходимые пересадки. КТМ, ЛРТ, МРТ. Все, короче, виды транспорта, мне кажется, здесь доступны. Потому что здесь целый хаб, по сути. Вот видите, турникеты повсюду. Да, но это все работает, к сожалению, только после пяти утра. А сейчас уже час ночи. Так что я либо сейчас пойду пешком, либо посмотрю, сколько стоит такси. Сейчас надо только Wi-Fi поймать для начала. А вот и цивилизация. Небоскребы. Ну, это пока еще не высокие, конечно. Но уже, тем не менее, я пока на пути выхода к выходу из этой зоны. Вот люди почему-то на земле спят. Очень много здесь таких. Единственное, меня пока что огорчает ситуация с Wi-Fi, потому что места вроде важные, такие общественные, вокзалы и все такое. Слава богу, хотя бы в аэропорту особо не было проблем с Wi-Fi. Были. Но, по сравнению с тем, что сейчас, не могу найти Wi-Fi нигде. Он вроде есть, но страничка с авторизацией не открывается. Это вызывает определенные сложности, конечно. Я, слава богу, в поезде, пока все-таки словил его на несколько секунд, успел построить маршрут. Успел построить маршрут до моего отеля и сделать скриншот, поэтому я сейчас иду по скриншоту, по сути. Такие тут развязки, конечно. Хоть бы... Хоть бы сейчас не пришлось перелазить. Кажется, придется. Пацаны вон там шли, которые передо мной. Тоже, видимо, путешественники пошли в эту сторону. Я за ними. Сейчас они развернулись, значит, там нет прохода. Но у меня, в принципе, карта так и показывала, что мне, типа, в ту сторону. Я просто думал сейчас сократить путь, но не тут-то было. Ну что, а вот так выглядит ночной Куала-Лумпур. Я тут уже бывал. Вспоминаются эти огромные развязки, широкие дороги. Кстати, здесь правостороннее движение, в отличие от Индонезии. Вот. Хорошо, что есть тротуары. Можно чувствовать себя хоть в какой-то безопасности. И вы не думайте, я думаю, что со стороны может показаться, что я, возможно, как-то чересчур негативлю, там, обращаю внимание на какие-то негативные аспекты. Но вы тоже поймите, я просто хочу донести вам информацию максимально полезной. Возможно, кому-то это будет полезно. Просто вот я этот опыт проживаю сейчас, я эти маршруты исследую, везде хожу. Я в следующий раз, когда сюда полечу, я уже буду знать, типа, что куда идти. Вот. И мне на подсознательном уровне хочется вам тоже вот все максимально подробно рассказать, чтобы, ну, на всякий случай, как говорится. Вот. А обращаю я свое внимание на негативные аспекты, потому что вот мне, как путешественнику, например, важно, чтобы был публичный Wi-Fi везде доступный, в публичных местах, я имею в виду. Я же не в тему таракани куда-то приехал, где, ну, типа, не бывает туристов совершенно. Это большие, блин, знаковые места, где собирается много людей, приезжих, туристов, у которых нет сим-карты, как у меня, например, сейчас. Вот. И всякие штуки про тротуары и прочее. Но про тротуары, про тротуары я ничего плохого не говорил. Вот. Ну, короче, понимаете, да, я с точки зрения смотрю удобства для туриста. Вот. Понятно, что мне, у меня тоже эмоции, типа, зашкаливают. Вот я в новой стране, в большом городе, да, только что был на острове маленьком, ну, как, относительно маленьком, на Бали. Вот. Понятно. Но это весьма бесполезно будет, если я буду просто ходить и говорить, вау, как красиво, понимаете? Ну, и, кстати, я же вот ночью прилетел и для мегаполиса здесь очень мало людей сейчас на улице. Может быть, я, конечно, в какой-то не самой центровой зоне сейчас нахожусь, но людей прямо критически мало. О, я вижу 7-11. Скучал. 7-11 вообще the best магазин. Там все есть. Вот. Ну, если бы я прилетел, допустим, днем, да, мне кажется, здесь гораздо было бы все с этим проще. Работали бы, ну, во-первых, автобусы, во-вторых, другой общественный транспорт, такси там, на крайний случай, все такое. Вот. Кстати, все-таки в завершение нашей истории о том, как добраться из аэропорта до центра города. Да, сейчас я, по сути, уже в городе, кстати, Каэль-Централ, все, мы миновали, и сейчас я просто иду до отеля пешком. Это вы уже там сами разбирайтесь. Вот. Ну, вот. Есть несколько способов. Вот. Я сегодня использовал способ с поездом из аэропорта, да, с электричкой такой небольшой. Быстро, кстати, достаточно доехали. Вообще незаметно, как будто за 20 минут. Даже несмотря на мою остановку с пересадкой. Вообще это не ощущается. Я достаточно бодренький, а сейчас уже почти 2 часа ночи без 20. Вот. Короче, поезд это первый способ, а второй способ это автобус. Автобусы вообще дешевые, там чуть ли не за, не за 200 рублей вас довезут до города и все. И дальше опять же сами разберетесь. Ну, так. Ну, опять же, всю эту информацию вам на самом деле Google Maps сам подскажет. Все это все равно так или иначе зависит от вашего время прибытия. Времени прибытия. Вот. Я вот ночью у меня один вариант это поезд. И то я на последний рейс успел. Вот грамотно строят. Здорово. Смотрите, вот здание практически каждое имеет на первых этажах целую парковку, целый комплекс, по сути. И поэтому видите, какие свободные дороги. Ничего нигде снаружи не припарковано. И все такое. Вот мне еще нравится что? То, что я не знаю, сколько лет стране Малайзии как таковой, а точнее городу Куала-Лумпур. Понятное дело, что он гораздо современнее, чем ну, как будто бы та же Москва. Ну, точно. Я не историк, но мне так кажется. Ну, короче, здорово, что они вот грамотно строят сразу. И мне нравится, что у них пространство, они такие, знаете, большие. Здесь вот дороги, вот, посмотрите, они практически везде магистрали. Здесь нету таких, знаете, маленькие улочки, они только в самом центре где-то такие, где туристические районы, где много еды, бары, ресторанчики. Вот там, да, там можно прям походить погулять. А в основном это вот такие, знаете, магистрали, которые связывают с собой все небоскребы, которые здесь есть. И еще они строят помещения внутри своих небоскребов большими сразу. То есть у них тут квартиры сдаются на Airbnb или даже на Booking. Они так делают. Они покупают квартиру, допустим, владелец покупает квартиру. Она очень большая, там несколько комнат. И он потом отдельно эти комнаты выставляет на сервисы по аренде. Понимаете, да? Получается, просто в обычной квартире может жить ну, какое-то постоянно меняющееся количество людей. То есть как мини-микро-отель получается. Вот. И нормально, у меня даже был такой опыт, когда вот мы в самый первый раз сюда прилетели с Кариной, с Филиппинкой. Вот мы жили в похожем жилье таком, да, пару ночей. Мы, кстати, не поняли, да? Ну, лично я не понял, не знаю, как Карина тогда. Вот, я лично не понял, что я думал, типа, вау, квартира вся в нашем распоряжении, а нифига, там какие-то другие люди. Я такой, типа, виду не подал, ну, как бы, наверное, так надо. Короче, там были другие люди, просто какие-то корейцы, кажется, или кто-то. Было странно внезапно их встретить. Но потом я сам допер, что, типа, квартира просто поделена на несколько сдающихся комнат. Посмотрите просто на качество этих дорог. Конечно, Таиланд остается моим фаворитом, но вот тут ничуть не хуже. Вот тротуары, они просто идеальные. И само дорожное полотно тоже для машин, которые... Смотрите, какой светлый лифт. Я наконец-то дошел спустя где-то час времени. На самом деле, ночью идти одно удовольствие. Машин мало, дороги пустые, широкие, тротуары достаточно ровные, самое главное. Короче, я кайфанул. Много закусочных открыто. Вот, может быть, сейчас пойду поем, а может и нет. Ну, все, я, в общем-то, добрался. Завтра вам тут все покажу. Сейчас уже ночь, буду спать. Вот. Может быть, сейчас схожу поем все-таки. Да. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свой какой-нибудь классный комментарий, я все читаю. Вот. Ну и до новых встреч в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok